Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 20 миллионов рублей. В последние годы успешно реализую инвестиционную стратегию под названием дивидендная зарплата. И уже довольно близок к финансовой независимости. Итак, что делать, если фондовый рынок сильно растет? На идею записи этого видео меня натолкнули многочисленные комментарии, возбужденные зрители с вопросами, что делать. Фиксировать прибыль или нет? Некоторые писали, что им даже страшно от такого роста. Вот этот страх для меня совсем удивителен. Некоторые писали, что не видят уже смысл в покупке активов по текущим ценам. В общем, не переключайтесь и узнаете, как себя вести на лихом росте фондового рынка, нужно ли фиксировать прибыль при сильном росте активов, как покупать активы на сильном росте рынков, как всегда, будет личный опыт и рекомендации. Поехали. Если посмотреть на график S&P 500, то сложно не заметить бурный рост после мартовской просадки. Почти вертикальное восстановление. V-образное так оно называется. А ведь еще совсем недавно многие миллиардеры пророчили второе дно и очень тяжелый долгий медвежий рынок и существенные экономические проблемы. Я делал несколько видео с подобными мнениями известных экспертов и легендарных инвесторов. Кстати, сразу скажу, вероятность возникновения второго дна на рынках еще полностью не снята. Но это сегодняшнее видео не об этом. Так вот, что делать, если рынок растет, обгоняя фундаментальные показатели? Растет на оптимизме, смотря в будущее и не замечая текущих экономических показателей и проблем. Страшно ли это? Как поступать в таком случае? Первое, что нужно и можно делать, это расслабиться и получать удовольствие. Вот не хватает еще расшатывать себе нервы на росте рынков. Когда падало, многие боялись, теперь давайте еще на росте забоимся. Но это правда чудно. Вы уж простите, но с таким подходом точно не инвестируют. Я много раз говорил, что буду рад падению рынков, и сейчас текущий рост на эйфории меня как долгосрочного инвестора скорее расстраивает, чем радует. Так как приходится покупать активы дороже. Но это так о себе. Теперь конкретики. Что делать? Прежде всего нужно быть готовым и к дальнейшему росту, и к смене настроений на рынках, то есть коррекции. Да, рост может продолжиться. Прежде всего потому, что денег в финансовой системе просто куча. На негативных коронавирусных событиях финансовые власти большинства крупных стран, и в особенности США, залили в экономику беспрецедентное количество денег, которое теперь, уже на глобальном восстановлении, выплескивается на фондовые рынки, на оптимизме. Возникает эйфория, которую власти продолжают поддерживать еще и своим оптимизмом дополнительно. Покупки на рынках могут вполне даже и усиливаться в данных условиях. Это надо учитывать. Как быть готовым к дальнейшему росту? Прежде всего психологически. Не дергаться, не суетиться. Есть смысл продолжать покупки. Конечно же не агрессивно, а спокойно, планомерно. Не на все деньги, а частично и регулярно. Упаси вас боже от торговли с плечом или чего-то в этом роде. Личный опыт. Мне сейчас трудно покупать именно психологически. Я понимаю, что отрыв рынка от фундаментала очень большой. Но также и понимаю, что рынок может еще довольно долго расти на избыточной ликвидности и оптимизме от победы над вирусом. Поэтому, взяв небольшую паузу на адаптацию, я продолжу регулярные покупки. Далее. Надо понимать, что после такого бурного роста вполне может развиться коррекция на каком-нибудь инфоповоде. Ну или даже просто так. И это тоже может быть резкое и даже глубокое движение. Как быть готовым к смене настроений и к возможной коррекции? Да очень просто. Не поддаваться полностью эйфории покупок. Часть средств оставлять и на сценарии будущей возможной просадки. Кроме того, я, например, держу в голове и предполагаемый будущий сценарий серьезного кризиса после выборов трапа. Когда пузырь надуется, а все эти монетарные стимуляции уже выдохнутся и рынки поддерживать будет уже просто нечем. И такое может быть. Я уже об этом говорил и даже более подробнее. Могут и в ближайшее время начать откачивать избыточную ликвидность, что тоже приведет к значительной коррекции. Может быть всякое. Далее. Многие задавали вопрос, нужно ли фиксировать прибыль в той или иной бумаге, если она слишком сильно выросла. И прежде чем ответить на этот важный для вас вопрос, очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал лайками и комментариями. Отдельное спасибо зрителям, которые поддерживают канал материально через кнопку «Спонсировать» и через Patreon, ссылка на который находится в шапке канала на главной странице. Спасибо, что поддерживаете мои аналитические обучающие материалы и понимаете, что это нелегкий труд. Так вот, стоит ли фиксировать высокую прибыль? Так это зависит от цели вашего инвестирования. Если бумага или весь ваш портфель вырос на запланированные 30 или 50, к примеру, процентов, и это была цель вашего инвестирования, то, наверное, можно и продать, ведь цель-то достигнута. Просто странно ставить вот такие цели. К примеру, у меня цель – достичь финансовой независимости через несколько лет. И, конечно же, в рамках этой цели я ничего продавать не собираюсь, потому что подобные спекуляции вполне могут отдалить меня от моей цели. А оно мне надо. Итак, конкретика. Если бумага, например, из второго или даже третьего эшелона низко-ликвидна и выросла, к примеру, опять же, в разы на непонятных или неизвестных причинах, то можно, конечно, и продать. Только вот какой смысл вообще ли есть третий эшелон с его рисками? Если же рост актива происходит просто вместе со всем рынком, а вам при этом посчастливилось купить по очень низкой цене, вы наблюдаете существенный рост в процентах и боитесь потерять этот рост, то смотрите мой пример с целями. Определитесь с целями. Даже если вы продадите и захотите опять войти в рынок более выгодно, как вам кажется, то с большой вероятностью и остальные бумаги в этот момент будут уже перегреты. И смысла в данном движении не будет совсем. Только комиссию брокеру отдадите, ну, собственно говоря, и все. Возможно, вам и повезет. Такое тоже бывает. Но строить стратегию инвестирования на везении и хаотичных сделках я бы не рекомендовал. К хорошему это не приводит. Это однозначно. Об этом много сказано в данном ролике. Смотрите и не говорите, что не видели. Не говорите, что я вас не предупреждал о вреде спекуляции. Для сомневающихся это видео обязательно к просмотру. Суета резкие телодвижения с покупками, продажами и вылавливанием процентов прибыли в нормальном долгосрочном инвестировании совершенно не нужны. Это пагубно влияет на общий инвестиционный результат на длительном периоде. И вредно для вашего здоровья и нервов. А я продолжаю. Важное впереди. Кстати, если вам нравится видео, то ставьте лайк и пишите комментарии. Ведь именно эти ваши действия продвигают данный ролик и канал по алгоритмам YouTube. А теперь важная информация. За последние 100 лет рынок опускался на 25% и ниже целых 15 раз. Речь идет об американском фондовом рынке. Но при этом в среднем общая стоимость рынка удваивается каждые 9 лет. Да, рынок иногда корректируется. Но гораздо чаще растет и периоды роста гораздо длительнее. Так зачем суетиться выскакивать из рынка в преддверии возможной коррекции? Коррекция ведь может и не случиться. А что точно случится, так это рост рынка на длительном периоде времени. А если вы не готовы к периодическим коррекциям, вам не следует владеть акциями. Лучше поберегите нервы. Здоровье важнее любых инвестиций. И это однозначно. Ну а на сегодня это все. Пожелаю вам удачных инвестиций и на фазе роста рынков. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.